А в Роевом ручье праздник, всеобщий любимец, новорождённый сурикат Паша открыл глаза. Более того, он уже активно ползает, удержать невозможно и активно болтает. Складывается ощущение, что о своей нелёгкой жизни Паша может рассказать сам. Малыш активный сейчас именно потому, что он голодный. Кормить даже такого кроха совсем несложно, потому что изобретены специально маленькие бутылочки с маленькими сосочками, подогретое молочко, и сейчас Паша будет есть. От Паши отказались папа и мама, просто в один момент перестали замечать. Однако ребёнку повезло, он всё-таки узнал, что такое любовь и забота. Ведь рядом всегда есть Рита, добрая кормилица, которая больше малыша в тысячи раз. Я, наконец, кормлю малыша, а Рит, рассказывайте, до какого времени будете опекать ребёнка? Хищники растут быстро, и уже в возрасте одного месяца у них появляются зубы, и они могут принимать корм, который свойственный для взрослых особей этого вида. Поэтому нам сейчас почти три недельки, скоро у нас появятся зубы, в рацион будет введено мясо. Малыш будет нуждаться в круглосуточном опекунстве, пока он ест молоко по ночам. Это примерно до двух-трёх месяцев. Маргарита младенца носит на руках, меняет ему пелёночки и даже дала имя. Вместе с коллегами решили, что он вылитый Паша. О родителях малыш не вспоминает. Маргарит, покажите же нам этих родителей недобросовестных, мы их пожурим хотим. Нет, родители это даже очень добросовестно. Как видите, у них уже есть малыши, здесь два поколения. Но вот Паша, к сожалению, оказался лишним, скажем, что-то пошло не так. У мамы просто, может быть, отсутствовало молоко, и поэтому они предоставили заботу о своём малыше нам. А это мама или папа к нам идёт? Скорее всего, папа идёт охранять своё семейство. Причём ругать животных за недобросовестное выполнение родительских обязанностей действительно не стоит. Со случаями отказа от малышей зоологи сталкиваются каждый сезон. Наверное, тысяча самок не захотела видеть своё потомство. И этому есть резонное объяснение. В условиях неволи хищники могут потерять свои инстинкты. Просто у матери может отсутствовать молоко, и тогда она бросит своего малыша. Посторонние шумы, запахи, посторонние люди, потому что они постоянно на экспозиции животное, либо какие-то другие второстепенные факторы, они способствуют тому, что мама может причинить вред малышу, либо просто от него отказаться. Самая знаменитая история отказа от малыша в Ройвом ручье связана с амурскими тиграми. В 2005-м самец Кедр долго ждал свою суженую Ирис из Хакасии. Она приехала всё как полагается. Неземная любовь, свадьба, первенец. Но красавица Ирис отказалась от малыша. В этой истории тогда помогал весь город. Тогда двух тигрят выкармливала дворняга Пальма. Благо её молока хватило на всех. К помощи кормящих кошек и собак зоологи прибегают и сейчас. Так что всем нашим зрителям, которые имеют собаку или кошку, нужно внимательно следить за новостями Роева ручья. Ведь зачастую зоологи ищут кормиться для своих хищников. А выкормить дикое животное может его домашний собрат.